я думаю все-таки будет сдвигаться в какую-то сторону больше все-таки айти рынка и но и войти рынке есть разные как бы ниши да и как бы к этому пойдет но все равно я считаю что это коммуникативная связь да будет определяться так откинуться назад да там те телефоны не было раньше а потом стал появляться телефонов состава больше 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 след за телефоном потянулись и системы сигнализации какой-то такой удаленный это и так далее и тому подобное то же самое и с развитием сети будет развиваться и остальные инфраструктуры поскольку да по очень много средств направляет на разработки собственные то не стоит на месте и продолжает успеть его усовершенствовать до второе поколение есть уже используют другие чипсеты освобождено место в записывающих устройствах для большего количества дисков вот и развитие идет во многих направлениях из самих камеры передачи партнеры которые уже использовали в лабораторных условиях условиях использовали бухту не самого качественного коаксиального камера говорят что да подтверждают заявленные характеристики компании доход что они подтверждаются в аббревиатуре и используется s2 это даже может быть уже третье поколение потому что было сначала просто потом в вершин ту а потом с то есть все идет как бы в развитии есть нюансы по конечно вот hdc vi как замена аналога здесь и покуп мы как сейчас говорили уже немножко другой потребитель немножко другой рынок там действуют другие за законы но я думаю что здесь мы будем использовать лучший опыт торговых домов я пока этого не почувствовал потому что ну как я называю перегибы на местах они были еще при оси выссорезович знаменитая вот а так скажем я потребитель который поднимают что нет прямого импортозамещения части продукции да он не он не будет упираться и говорить дайте мне российской рынок которого нет он также возьмет тот же оем и он это понимает каждый рынок уникален да и сказать уникальность украинского казахского рынка или российского заключается в компаниях которые работают и те модели бизнеса которые они выбрали для себя и тут очень важно соответствие законодательству и бухгалтерскому в том числе и так скажем здесь комплекс вопросов и логистический и правовой и сертификационной и так скажем работы непосредственно с участниками рынка соответствие с их уже моделями бизнеса вот здесь мы эти русской говорящий русский русский менеджер должен преодолевать вот этот вот порог потому что некоторые вещи китае делают совершенно не так как в россии вплоть до того что как я поговорил с вами китайским коллегой допустим если в россии мне нужно сделать несколько перелетов я сразу заказываю один билет да то в китае каждое плечо заказывается отдельно ну вот вплоть до этого поэтому какие-то бизнес процессы проходят совершенно по-другому да ну вот у нас сейчас допустим отменяется сейчас печать от китая на давно как бы отсутствует давно в этом в этом плане это сталкивались очень многие российские потребители часто и компании которые продают технические средства безопасности они рассматривают свои потребности достаточно как превалирующие над как общим трендом большой компании производителя и здесь необходимо отсекать запросы частного характера по улучшению продукции по видоизменению каких-то незначительных деталей в описании или продукции или в работе с меню от более глобально которые могут изменить и придать новое как бы новое движение старому продукту ну условно говоря если сейчас вот компания доход предлагает записывающее устройство вообще без кнопок на передней панели и может быть это кто-то предложил да это такой некий тренд чтобы ничего не было струнт это придало новое значение продукту в отличие от того что если бы люди говорили а добавьте нам еще пять кнопочек пожалуйста вот нам они так очень необходимо это может быть опыт да и опыт той компании которая предлагает то есть если компания уже имеет опыт многих инсталляций и на каждой инсталляции они сталкиваются с одним и тем же требованием заказчика но это уже тренд если это разовый какой-то словно говоря блажь большого заказчика пожалуйста мне позолотите кнопочки из этой области да но это блажь и больше никто кнопочек золотить не просит поэтому здесь конечно важность того кто дает это предложение и поэтому мы и хотим работать с партнерами более более как бы глубоко понимая особенности что дахо будет иметь выигрыш своим партнерами насколько мне сейчас приходили компании участники рынка они хотели что вы чем дешевле чем дахо кто с кем конкурирует тут еще вопрос пока этого не почувствовал потому что партнеры разные и опять-таки модель бизнеса которые не принимают если кто-то уже четко знает что и и влияет на создание проекта то это конечно закладывается айпи сейчас если кто-то работает по улучшению по модернизации старый они естественно ищут некий за замену аналога все таки надо учитывать инсталлированную базу аналогового оборудования они спрашивают другое оборудование и им не нужна такая детализация как при проектировании то есть уже когда-то сделан проект надо просто менять конечную продукцию мы сейчас ведем переговоры о более плотной интеграции оборудование с российскими производителями это да чтобы это было в виде законченного такого решения собственной разработки очень интересные считаю для меня это несколько новый рынок видеодомофонов где есть уникальное решение когда по двум проводам придается не только айпи сигнал но и питание достаточно запитать одно устройство из остальных и у вас все остальные будут также питаться от этого устройства есть решение на разработка с пои да то есть это по и плюс более с высоким который гарантированно и дает управление ptz камерами все таки и наверное вот ну и если здесь не считать собственный стандарт сидя 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 где используется собственный чип компания достигла больших успехов поэтому работа в разных направлениях и идет и вот законченность решения вот я вижу в домофонах в облаке здесь ничего не могу сказать да здесь вопрос еще остается для меня открытой вот но остальные решения как бы они на подходе да когда допустим можно с интегрироваться с с продуктами компаний которые делают нас это network сетевые хранилища там можно поднять виртуальные машины и камеры будут соответственно придавать новые функции это уже не просто записывающее устройство и это будет новый уже шаг и вот здесь можно уже расти предложение может могут быть масштабированы выращенные совершенно другом уровне там повышение производительность труда там операторов кассиров кого угодно я думаю что в первую очередь наверное это топ решение да топ решение из области айпи и топ решение из области это интеллектуально то есть это видеорегистраторы с добавленным интеллектом это камеры которые тоже имеют интеллект с которым можно сказать карты для записи при разрыве сети то есть это вот такие вот топовые решения птз камеры камеры с антивандальные минус 40 температурный диапазон работы то есть вот вот такие вот все таки я вижу что айпи решения должны продвигаться системными интеграторами с рынка айти и такие проекты присутствуют это ведь ну может быть нас на добивший госпомину уже безопасный город да но это реально так скажем не ниша где где можно я был поражен когда в китае я увидел насколько еще мы не достигли емкости в деле безопасных городов то есть когда на четырехполосной дороге стоит 12-16 камер который выполняет совершенно различные функции нам еще здесь есть нише для роста поэтому допустим айпи решение вот для такого класса решений hd cvi я бы видел что здесь очень может быть постребованным ритейлом топовое решение причем связки с софтом для ритейла мне кажется это будет должно быть востребовано опять-таки в условиях кризиса это меминизация потерь и интенсификация работы персонала а я думаю что здесь будет наше преимущество в альянсах либо с софтовиками либо альянса как я говорил спасал поставщиками сетевых и решений вот либо это вот как я приводил пример с сибирским ритейл организации подпускать установка у них более мелких решений мы не 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 будем работать напрямую мы в продаем бренд но продажи будут через партнеров а а а а а а